В конце августа подводят итоги прошедшего учебного года и намечают планы на новый. Несмотря на серьезные коррективы, которые внесла пандемия в учебные и образовательные процессы, удалось обеспечить главное – высокое качество образования. Об этом и многом другом шла речь на Краевом педсовете. Августовский Краевой педсовет был организован в формате онлайн. В нем приняли участие представители власти образовательных учреждений со всего края, в том числе и нашего муниципалитета. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который открыл это важное мероприятие, сразу же обозначил высокую планку обсуждения имеющихся вопросов, предложив вносить свежие идеи и подчеркнув, что качество образования и качество жизни в крае взаимосвязаны. Каждый из вас может высказаться, предложить какие-либо новые идеи, а не только для того, чтобы сегодняшний цель прошел очень конструктивно и качественно, то есть для того, чтобы качество образования в нашем крае было еще лучше. Глава региона поблагодарил всех педагогов и руководителей образовательных учреждений за работу в период карантина. Все смогли перестроиться на новый дистанционный формат работы без ущерба для качества. Вениамин Кондратьев также отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к очной форме обучения, обеспечив полную безопасность учебного процесса и соблюдая требования Роспотребнадзора. За последние годы в крае развернулось масштабное строительство школ. Губернатор Кубани сказал, что вопрос строительства порой тормозится, потому что муниципалитеты испытывают дефицит средств еще на начальной стадии, на стадии проектирования объектов. Впервые мы предусмотрели в бюджете края, не только на стадии стадии грансирования, неизвестно, что школы, понятно, муниципальные, но не проектировали. То есть, если муниципалитеты, где денег нет на крае, школа нужна, поэтому мы будем проектировать. Эту школу начнут средства краевого бюджета. Так что и эта проблема будет решена. В ходе педсовета было принято решение увеличить сумму на капитальные ремонты благоустройства школ до 1 миллиарда рублей. Благодаря национальному проекту образования в этом году 90 школ, 12 колледжей и техникумов Краснодарского края будут оснащены компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...